Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Диалог с депутатом». Сегодня у нас в гостях руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрей Алехин. Андрей Анатольевич, здравствуйте! Андрей Алехин, депутат Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области, член комитетов по социальной политике, по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Андрей Анатольевич, на минувшем заседании Законодательного собрания Вы пытались внести поправки в закон Омской области о выборах. Что именно предлагалось изменить? Поправки касались выборов глав муниципальных образований Омской области. Чем были вызваны поправки? Две главные причины. Первая причина то, что на сегодня выборы глав муниципальных образований регулируются двумя законами. Закон о выборах в органы местного самоуправления и второй закон, там длинные названия, связанные с принятием федерального закона об отдельных вопросах, то есть определяется порядок выборов глав, который предполагает только одну схему фактически назначения, то есть через выборы, через комиссию, через соответствующий совет. Но то, что это необходимо сделать, прописать в одном законе, меня убедило. То положение, которое утвердил Омский городской совет по выборам мэра города Омска. Там появились такие новеллы, которые, не знаю, как их назвать, под каким знаком их можно использовать и так далее. Первое. Ни президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ни губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров, ни действующий мэр Двораковский Вячеслав Викторович не брали никаких медицинских справок, что они могут работать, занимать ту или иную должность от президента до мэра. Вот сейчас комиссия придумала, что надо такую справку брать. Ну, анекдот. Я уже шесть созывов в Законодательном собрании Омской области таких справок не брал. Там есть все перечень, исчерпывающий перечень документов, прописан в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. И ничего выдумывать больше не надо. Еще придумали справку об административных правонарушениях. Ну, зачем? Тоже федеральный закон не предполагает. Более того, они даже не заложили возможность удвижения кандидатов мэра города Омска от политических партий. Что тоже, на мой взгляд, противоречит федеральному законодательству. Второй момент, но самый главный и принципиальный момент, ради чего писалась поправка, это то, чтобы глав муниципальных образований избирались на прямых выборах. Не как сейчас предполагается советами, то есть комиссия отборочная, которая почему-то должна оставить только двух кандидатов, даже не техническую форму выполнить. Грубо говоря, заявился Иванов Иван Иванович, представил необходимые документы, документы соответствуют действующему законодательству. Будьте добры допускать. Ничего подобного. То есть комиссия должна оставить двух кандидатов, основного и дублирующего, как это делалось во многих районах Омской области. И более того, еще избирать открытым голосованием. Поэтому это уже не выборы, это фарс. По-другому назвать я его не могу. Поэтому предполагалось ввести прямые выборы. Кстати, прямым выбором не так просто будет вернуться. Потому что уже практически все муниципальные образования внесли изменения в устав, где прописали вот эту форму выборов, так называемые, РЗАЦ-выборы. И чтобы эту форму выборов отменить, надо две трети голосов. Но, как правило, в большинстве советов подавляющее большинство голосов принадлежит Единой России. Они этого делать не хотят. Вот даже сейчас по поселениям Конституционный суд Российской Федерации дал такое право. Однако этим правом, по-моему, сейчас только воспользовалась новая Варшавка. Больше никто. Поэтому цель была законопроекта дать возможность районным советам, городскому совету принять решение о прямых выборах мэра, прямых выборов глав районов. Но, к сожалению, как и ожидалось, я иллюзии не строил, я понимал расклад сил. Мы набрали в итоге 12 голосов депутатов к фракции КПРФ, которые присутствовали на заседании. К сожалению, у нас в Кудринске Виталий Валентинович был болен, поэтому присутствовало 6 депутатов, но 6 голосов мы дополнительно получили. Но для принятия закона необходимо 23 голоса. Поэтому далеко, поэтому иллюзий у меня не было. Но мы лишний раз показали, кто из кто. Они на выборах одно обещают, когда доходят до решений, потому что все признают, что и во всех районах Омской области, в городе Омске население выступает за прямые выборы. Подавляющее большинство. Я думаю, не только члены фракции КПРФ встречаются с избирателем, но и другие фракции, но почему-то они выводов не делают. Да, еще самая интересная позиция фракции «Справедливая Россия». Они на всех круглых столах везде заявляют, что они голосуют за прямые выборы. Они выступают за прямые выборы. Но руководитель фракции Иванова голосовала против нашей поправки. То есть за сохранение фактического назначения глав районов и глава мэра города Омска. Но тем не менее были и депутаты от других фракций, которые поддержали ваши поправки. Ну, нас поддержала фракция ЛДПР практически в полном составе в этой ситуации. Хотя, когда эти изменения вносились, тогда только фракция КПРФ голосовала. Но на данный момент за поправку фракция ЛДПР тоже проголосовала. И проголосовал один из членов фракции «Единая Россия». Вот на поддержку этих коллег рассчитывали? Ну, когда у нас не было... У нас сейчас все голосования поименные. То есть можно после заседания взять справку, где можно посмотреть, кто как голосовал. И у всех фракций дисциплина «Единая Россия». Там достаточно жесткий разговор. Идет накануне заседания фракции. Накануне заседания законодательного собрания у них проходит заседание фракции. И они тоже проходят поездку. Ну, как, кстати, и другие фракции, как мы. Тоже мы отрабатываем каждый вопрос фракции. Какую позицию занимать и так далее, и так далее. И, вероятно, вот на сегодня, чтобы член фракции принял иное решение, не так просто. Раньше я вот в предыдущем созыве, когда голосование, фактически все голосования были тайными, я активно это использовал. Мы работали членами фракции «Единой России», находили там, говорится, слабые позиции и так далее, и так далее. Убеждали. И голосование было разное. Даже нам удавалось при... Тогда у нас было 10 депутатов. Нам удавалось проводить решение. На сегодня это сделать очень сложно. Потому что на сегодня голосование каждого депутата контролируется. Хотя, ну вопрос, здесь можно... Есть позиция избирателей, которые тебя избирали, да. И они тебе сделали соответствующий наказ, предложение и так далее, голосовать за прямые выборы. Но, к сожалению, они занимают ту позицию, которую занимают. Андрей Анатольевич, жители одного из поселений Нововаршавского района смогли отстанять свое избирательное право. Как вы это прокомментируете? Ну вот я всегда говорю, как голосуем, так и живем. Вот на сегодня, когда избирался совет поселения Нововаршавского городского поселения, да. Там все-таки провели, сумели провести трех депутатов от КПРФ и двух независимых депутатов. У них там всего 10 депутатов. И когда вопрос стал о том, чтобы вот сделать такие же выборы, как и вот сейчас мэра города Омска, как глав районов, вот эти пять депутатов уперлись. Тем более, конституционный суд дал такое право. Но это еще начали упираться они до конституционного суда, когда власть бывшего главу городского поселения, Кашарова Анатолия Васильевича, который отработал пять лет, причем прекрасно отработал. Нововаршавка получила достаточно мощное развитие, даже учитывая то финансовое положение, в котором она находилась. И он был избран депутатом районного совета, получил наибольшее число голосов из тех депутатов, которые избирались в районный совет. То есть все основания у него были избираться. Но вот эта комиссия, которую придумали, так называемая отборочная, которая будет действовать и здесь, по выборам мэра города Омска, придумала такой резиновый пункт, так называемые деловые качества. И вот по таким деловым качествам, несмотря что человек пять лет проработал и проработал неплохо, они его завернули. Посчитали, что из-за того, что у него не сложились отношения с главой района, а он баллотировался на главу района, набрал, показал достойный результат, проиграл всего полтора процента. Вот на этом основании они ему отказали. В итоге был выставлен основной кандидат и подстава была выставлена, но вот здесь депутат, эта пятерка уперлась. И в итоге основной кандидат набрал всего аж два голоса, а подстава набрала три голоса. В итоге выборы не состоялись. Поэтому долгие там были, борьба была. И потом, когда Анатолий Васильевич все-таки допустили до выборов, вот до таких выборов, голоса разделились стали ровно пять на пять. И вот они полтора года не могли избрать главу поселения, потому что вот разделились, уперлись, то есть нашлись принципиальные депутаты, которые выступали в принципе за прямые выборы. В итоге сумели добиться, сумели этого добиться. Были внесены соответствующие изменения в устав на варшавского городского поселения. И на 4 июня назначены выборы главы на варшавского городского поселения. Я уверен, что мы, кстати, будем 27-го числа, 27-го марта на бюро областного комитета партии выдвигать Кошара Анатолия Васильевича на эту должность. Я убежден, что Анатолий Васильевич с огромным отрывом уверенно победит на варшавке. Уверенно. А какими будут ваши действия? Будете продолжать борьбу? Конечно. Потому что вот сейчас один из аргументов председателя законодательного собрания, который мне оппонировал Варнавский, был, что вот я когда сказал, что подавляющее большинство мячей выступает за прямые выборы, он заявил, Андрей Анатольевич, а вот прошедшие выборы, которые были 5 лет назад, явка была 17-18%. На самом деле явка была очень низкая и так далее. Вот как вот подавляющее большинство. Но, к сожалению, вот я еще раз говорю, как голосуем, так и живем, потому что вот возмущаемся на кухнях, да, а прийти проголосовать, использовать, ну или когда, ну меня часто поражает, когда провожу встречи с избирателями, когда мне, Андрей Анатольевич, когда будете раздавать автоматы, да, оружие. А вот не надо брать оружие, надо просто прийти на избирательный участок и сделать то голосование, которое надо сделать. К сожалению, вот 17% получили то, что получили, да. Но я приведу, вот сейчас буду тоже готовить законопроект, но я его, думаю, на апрельское заседание обязательно внесу. То, что, вот пример, сейчас вот родной район Владимира Алексеевича Варнавского, где он и родился, где он в очередной раз был избран депутатом законодательного собрания Умской области, Муромцевский, да, там уже собрано полторы тысячи голосов за прямые выборы главы района. Там тоже предстоят в следующем году выборы главы района, и народ требует проведения прямых выборов. А, к сожалению, на сегодня там стоят именно выборы, эрзац выборы, которые предлагаются. Поэтому у меня есть полное основание, есть обращение граждан вернуться к этому вопросу. И будем бороться, хотя, опять же говорю, иллюзию не строю. Иллюзию не строю. Спасибо, Андрей Анатольевич. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем нашей программы был Андрей Алехин, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Умской области. До новых встреч на нашем канале. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова